всем привет с вами снова ювеб дизайн и рубрика hands-on сегодня к нам в редакцию попал очередной девайс очередная интересная хреновина которую я вместе с вами распакую и расскажу потом о том зачем вообще мы ее покупали как как каков был мой опыт ее использования и так далее и тому подобное у нас сегодня xiaomi power bank 3 именно 3 я читал что его официально не продают в россии но на самом деле уже давно продают кто-то говорил что у него слишком большая емкость для того чтобы вы продавали в россии но нет он официально продается в разных магазинах и вот эти импортные белые наклеечки они собственно нам свидетельствуют как раз о том что это российская хреновина вот и соответственно здесь написано что дата изготовления июнь 2019 достаточно новая хреновина собственно примерно полгода назад ее изготовили сейчас как раз декабрь вот и да срок гарантии полгода я просто я не из ни к селу ни к городу вообще начал этот обзор я просто удивлен что срок гарантии полгода от срок эксплуатации год то есть после года в принципе можно выкинуть и новый купить причем прямо именно вот батарейку выкинуть потом в природу она там будет не то что сто тысяч а десять тысяч миллионов будет отравлять там ртутью к админ там и другими редкоземельными металлами которые там есть короче говоря пауэрбэнк для чего вообще нужен пауэрбэнк вы все знаете пауэрбэнк нужен для того чтобы портативно заряжать какие-то свои устройства будь то телефоны камеры какие-нибудь даже ноутбуки вот этот вот парень а я знаете часто машины называют женскими или мужскими именами в принципе одушевляют с каким-то полом вот я считаю что это мужик это пауэрбэнк мужик во первых он темный а во вторых он емкий пауэрбэнки женщины они следят за своим весом и 20 тысяч миллиампер часов вот этот вот пауэрбэнк номер три от xiaomi поэтому это достойная цифра вот ну мы для начала с вами его распакуем я сейчас убрал наклеечку именно из магазина и здесь написано by direction 45 ватт charging discharging high capacity capacity именно это правильное произношение capacity конечно 74 ватт часа напоминаю предельное допустимое объем с памяти который можно на себе протащить это 100 ватт часов в самолете в принципе два таких и вас садят потому что в них внутри можно провести я так понимаю уже какой-то большой объем в тротиловом эквиваленте поэтому не повторяйте это у себя в самолете вот поддерживает юсбиси это важно это здесь даже вот дополнительно поддерживает юсбиси лэптоп а то есть да мэкбук можно заряжать от вот этого вот пауэрбэнка нетрудно вспомнить что например последняя шестнашка которая вот вышла в конце девятнадцатого года мэкбук про я имею ввиду у нее полная емкость 99 ватт часов здесь 74 вот этот пауэрбэнк в принципе заряжает почти полный мэкбук 16 несмотря на то что там он это ноутбук батарея в принципе там все свободное место занято батареями вот этот xiaomi он практически больше половины зарядит и это действительно круто то есть это но если мы говорим про iphone я думаю два iphone он в ряд заряжает только так вот возможно даже два одновременно или одновременно вот короче говоря это крутая хреновина давайте посмотрим что еще здесь написано интересного в общем в принципе ничего 2 2 амперный он если 9 вольт и 2 и 4 ампера если 5 вольт юсби си более крутой 5 вольт 3 ампера 9 вольт 3 ампера вот 20 вольт 2 ампера короче говоря через висби си можно заряжать самые классные устройства и непосредственно уже через юсби эй такие обычные кстати говоря он сам заряжается тоже через из битси это я забежал вперед об этом я обо всем расскажу уже во второй части обзора когда им попользуюсь дополнительно как то так но вот в принципе чтобы вы понимали вообще чё это за зверь вот я это вкратце рассказал теперь давайте распакуем кстати говоря в магазине я не знаю почему видимо их как-то досматривают заранее или кто кому-то не терпелось посмотреть именно на power bank 3 уже вот здесь наклеечка была вскрыта если говорить о какой-то пленке которая вокруг была пленки вообще никакой не было но еще и вот это вот наклеечка которая вот тут она была вскрыта хотя у меня в принципе был готов с собой такой нож отличный для того чтобы как раз аккуратненько взрезать эту наклеечку вот но сегодня нам не пригодится так вот если мы распакуем коробку то вот так оттуда вытаскивается сам power bank он в отдельном такой в отдельной коробочке мы сейчас отложим и здесь всякая сопутствующая полиграфия все здесь пусто есть руководство пользователя power bank 3 pro в руководстве пользователя уже написано что это про версия вот видимо для настоящих профессионалов вот здесь указаны все пункты там можете поставить на паузу прочитать законспектировать выучить наизусть вот здесь еще есть задник вот здесь написано как должны мигать лампочки чтобы понять какой там уровень заряда и так далее здесь написано что есть кнопка который показывает уровень заряда и есть три порта два порта только на выход а юсб си он и на выход и на вход вот но это все в принципе поймется в эксплуатации кто же читает инструкцию перед эксплуатацией только трусы вот ну и здесь еще мой чек тоже внутрь его положил я уже даже забыл я настолько я на самом деле его купил где-то месяц назад и месяц он лежал ждал просто своего часа распаковки мы его покупали в принципе для нашего стрима прогулки потому что это будет точно не для не для слабо телефонных как слабо нервных только слабо телефон поняли да так вот не для слабо телефонных поэтому до стрим на улице в челябинске когда на улице наверно там минус 20 минус 15 еще и влажность это да это надо только от подкуривать или такое стримить вот поэтому мы вот покупали для дела и вот все это время пока мне не было времени записать распаковку он он просто лежал на столе и все так вот внутри powerbank он вот в такой пленочке я не знаю как это назвать она не очень полиэтилена на как это с вкраплениями бумаги вот и да на ощупь при возможно она не сто тысяч лет пролежит в природе а разложится куда раньше потому что ну какая-то она такая хлипенькая на ощупь видим видимо слишком натуральный как бы таким-то тальком смазана вот вот она сама коробка огромная просто вот моя ладонь у меня нормальный средний размер ладони вот я кстати не помню размер перчатки да ну и насрать вы поняли вот с голову с моего голова у меня точно большого размера здесь есть аккуратно выгравленный логотип ми м ай это xiaomi соответственно здесь вот эта боковая кнопка которая показывает заряд назад на заду нету вообще ничего он полностью черный гладенький я попробую медленно показать как он играет на свету я не знаю как это потом будет в возможно на монтаже весит кусок вырежу бы же он будет дурацкий надо обратите внимание здесь бумажечками заклеена и верхушка и низушка все отметили мой классный русский язык когда я сказал что наушники меня не выпадают вместо слова выпадают я разумеется это сделал специально кто не может в пост иронию дальше срите в комментариях мне понравилось короче вот бумажечки вот ну давайте я не буду больше терпеть кстати она с одной стороны бумажная типа а с другой обычная липкая хреновина так что как-то даже не достаточно заморочили с упаковкой здесь супер гладенькая глянцевая хрень я опять же попробую показать ее медленно сейчас забликует наверно в камеру вот но короче говоря там есть тоже характеристики тоже то что 20000 миллиампер часов mi powerbank 3 pro модель сколько выдает сколько забирает короче говоря риск сгореть на хрен вот так вот написано на этом powerbank и так что если не готовы на хрен сгореть не покупайте такую штуку сдирая верхнюю она точно такая же бумажная сверху клейкая внутри вот и тут у нас соответственно порты опять же я буду буду играть на свету ими вам нравится как я играю именно свету здесь есть надпись out 1 out 2 out 3 там где out 2 там in слэш out для кого они это сделали ни на каком свету не видно вообще супер незаметная гравировка все сразу все отпечатки пальцев собирает кстати говоря вот и соответственно 4 микро лампочки с уровнем заряда давайте я нажму и мы вместе посмотрим у него уровень заряда 1 ну то есть наверное почти ноль долго он залежался видимо когда я первый раз смотрел у него было два или один что-то типа того забегая вперед вы спросите как я смотрел я вот эту бумажечку чуть-чуть отогнул посмотрел и обратно и приклеил как и вы не по вы поверили что я только сейчас открыл я ни разу его не втыкающим зарядку то есть вот у него действительно одна лампочка вот кстати если вы хотите планируете купить такую кому-то в подарок лучше всего они хранятся разряженными то есть нужно его разрядить этот человек которому вы его подарить вам поблагодарит потому что в разряженном состоянии емкость лучше сохраняет в принципе касается всех литий полимерных аккумуляторов пишите в комментариях все в чем я ошибаюсь я буду рад почитать все остальные будут рады почитать и как бы да если я конечно ошибаюсь в чем я очень сомневаюсь короче говоря вот такая хреновина провод здесь в комплекте идет кстати я думал тут как в apple надо еще 100 аксессуаров купить но нет здесь в комплекте с ума бы не сойти вот такой длины провод юсби си юсби эй вот юсби эй здесь черного цвета поэтому я не знаю может ли он в юсби 3.0 но в общем и не должен уметь в юсби 3.0 пиши никакая информация не передается на этот powerbank вот он по идее только заряжается от него наверное вот юсби си потому что до вход он только вот здесь в центральном юсби сишном порту вот можно использовать комплектный можно купить что-то поинтереснее вот для gopro покупал вот юсби си юсби 3.0 и он уже наверное метровых или типа восемьдесят сантиметров что-то в таком духе вот он классно он прям неубиваемый он потолще этот с медиковой тоненький ну кому два раза реально тоньше толще вот и здесь написано даже юсби 3.1 не 30 31 мать вашу быстро 30 вольт держит до 80 градусов можно провод нагревать ну короче очень классный и главное длинный потому что вот этим вот заряжать это но это надо его прям знаете вот это блок питания ты втыкаешь адаптер в него вот это это в powerbank и powerbank сверху кладет но он весит чтобы вы понимали он весит реально больше чем полкило наверное ну или или полкило он весит то есть он ну я потом когда буду вторую часть обзора записывать я конечно же но выучу наизусть все бенчмарки сколько там что весит сколько держит и так далее вот но он прям тяжелый то есть такое ощущение что им можно прям но но глушить вряд ли но будет прям неприятно поэтому если его класть как мы привыкли на адаптер вот так вырвет нахрен вместе с розеткой все из стены поэтому по провод купите подлиннее положите куда-нибудь на устойчивое место ну давайте посмотрим мы воткнем проводочек в зарядочку и сюда покажет лампочки что типа заряд идет да да он мигает говорит о том видимо что пошла зарядочка на компьютере а я воткнул в компьютер в хороший порт который много выдает напряжение и тока соответственно он никак не определяется то есть нет такого что там еще флешка внутри или там что он определяется как девайс и можно обновить на нем прошивку или что такое нихрена подобного он просто мигает и показывает что он заряжается ну в общем и пусть заряжается я с ним недельку-другую похожу и когда будет достаточный фидбэк для того чтобы вам рассказать мы увидимся уже во второй части ролика а вы потом это все посмотрите в купе на канале поэтому не переключайтесь увидимся дальше здесь на коробке есть еще такой пункт потрите чтобы получить security коды код безопасности я не знаю что там там может быть какой-то серийный который надо зарегистрировать нами точка ком вот но я потру его монеткой и даже вам скажу на что это похоже а вот мы как настоящие обзорщики трем макдональдсовскими монетками других у меня здесь под рукой нет настоящих вот я true монеткой здесь реально есть какой-то код я не буду его стирать до конца но почти как номер кредитки то есть там по пять цифр 4 по 5 может представьте там не 4 по 5 а 21 очко вот вот такая штука заголографированная вот я потом когда во второй части обзора буду вам рассказать я расскажу чё там за хреновина внутри поэтому кода была мне доступна но наверное это просто регистрация девайса и активация может быть гарантии или тип того что полгода вот с этого момента мне там будут отвечать на тупые вопросы типа можно ли его кидать в костер взрывать с петардами рядом и и так далее что-то в общем подобное еще раз привет прошло уже полторы недели с прошлого раза когда я рассказывал вам про xiaomi powerbank 3 вот он он за эти три недели не изменился не поистрепался в общем выглядит примерно так же как выглядел расскажу о практических моментах с которыми пришлось столкнуться причем я так говорю столкнуться как будто это что-то плохое нет просто но фактические моменты которые всплыли при эксплуатации во первых мы его покупали в первую очередь для стрима прогулки который уже прошел 29 декабря по моему это было воскресенье до powerbank справился отлично то есть мало того что его емкости хватило и даже не то что там я потом пришел домой быстрее зарядил не его прям хватило хватило еще потом там дня на полтора наверно после этого вот во вторых он ну справился с тем чтобы выдавать то количество тока чтобы телефон не только не разряжался и не поддерживался на том состоянии на котором он ну чтобы просто заряд не просаживался он еще его и заряжал причем достаточно быстро впрок так скажем поэтому это очень круто то есть это очень хороший девайс который на полном серьезе вас выручит реально в любых условиях потому что те условия в которых у нас был стрим прогулки они были достаточно жесткие то есть это было минус ну наверное минус 15 еще была большая влажность поэтому она чувствовалась как все минус 25 22 вот мы конечно заходили несколько раз греться вот но мы скорее грелись сами чем грели телефон или powerbank поэтому да кстати телефон в режиме стриминга отжирает просто катастрофическое количество заряда поэтому это прям это было прям реальная нагрузка вот я несколько вещей обещал рассказать в том в первой части обзора во первых вот этот код безопасности он нужен для того чтобы проверить оригинальное ли это устройство то есть это ксиомишный сайт на котором ты вводишь код и написано этот код вводили сюда один раз в данном случае мне было написано что 0 раз то есть вы первый раз ввели этот код вот вот так было написано и скажу что это да это действительно настоящий xiaomi powerbank 3 вот 3 pro я бы даже сказал где-то по-моему есть powerbank 3 10000 миллиамперные они без про приставки этот про вот такие будут доступны через наш патреон с дизайновской гравировочка здесь будет логотип с планеткой может быть мы ну не может быть а точно мы запишем микро ролик когда у нас будет все наши патреоновские физические вещи уже привезут нам их из другого города этих будут производить к сожалению челябинске не удалось произвести то что нам необходимо вот и мы запишем отдельный ролик просто покажем что есть что что там зачем и так далее как вы нас можете поддержать для этого вот короче говоря он настоящий и мы которые вам передадим он мне там на столе на самом деле лежат в количестве 6 штук вот они тоже все настоящие так вот что касается других практических вещей вес вес у него 440 граммов я обещал подготовиться и сказать точное количество граммов не забыл или грамм правильно короче 440 грамм вот он тяжелее всех остальных пауэрбэнков которые когда-либо держал в руках но он все еще не достаточно тяжелый для того чтобы его ощущать из я его нашел в такой сумке через плечо мне она такая не очень большая вот туда идеально входит кошелек пауэрбэнк ну еще к там какие-нибудь провода еще конь фигня и так далее он не отягощает то есть нет такого что ты идешь и чувствуешь что у тебя плечо уже отнимается и так далее он в принципе достаточно такой ноский так скажем теперь о нюансах зарядки я напомню что на вход он заряжается только через юсби си и в принципе есть много вариантов зарядки его начиная от обычных там 5 ваттных зарядок и из ну как я уже говорил заряжается вот таким проводом то есть юсби си с одной стороны и юсби эй с другой сейчас его вытащу юсби эй с другой стороны то есть можно взять обычный даже айфоновский 5 ваттный зарядник вот этот плоский и от него заряжать зарядят powerbank я думаю это у вас займет часов наверное ну как минимум полтора полтора суток то есть часов 30 у вас это займет пришел он очень неспешно это делает конкретно я заряжаю а вот таким и плоским 2 амперником 12 ватт который был у айпэда в этом в этом режиме он заряжается часов за 10 за 12 зависимости от того насколько он там просел вот но я почитал в интернете и поспрашивал у знающих людей просто мы одному нашему другу такой подарили на новый год а у него есть юсби сишная зарядка для macbook а вот 45 ваттной зарядкой заряжается за 4 часа а той которая то ли 60 то ли сколько то которая для пятнашек и шестнашек три с половиной часа то есть теми зарядками он реально очень быстро заряжается либо по технологии qualcomm 4 либо power delivery я точно не помню какая именно у apple используется для ноутбуков вот но короче говоря если вы купите хотя бы даже тот зарядник кстати не обязательно брать и плоски просто я из-за того что я в теме и плоской инфраструктуры если вы купите тот зарядник который я говорил нужно покупать к эфир под сам про который обычный есть бесишный зарядник для айфонов с 11 про его положили с которым вот то с ним будет заряжаться там за 5 часов и этого более чем достаточно в любом случае это это в ночь ставится и он заряжается и вообще идеально что касается других технологий здесь да во первых поддерживается power delivery то есть все что айфоны выше 8 и прочие другие galaxy они заряжаются от юсби си очень быстро то есть xs к заряжается отсюда за час двадцать наверное вот так вот полностью от нуля до сотни что касается старых телефонов которые не поддерживают юсби power delivery типа например моей семерки она заряжается где-то часа за два с половиной может быть за три тоже в зависимости от того насколько она полна по заряду причем заряжается от обычного юсби и то есть он все равно дает 2.4 ампера ток и это 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 на уровне это круто вот что касается двойной зарядки если вы заряжаете через два юсби то тогда они оба заряжаются по медленной зарядки медленный чардж можно обмануть систему подключить один через юсби 30 через провод юсби 30 юсби си точнее lightning он будет заряжаться быстро а тот который через юсби и будет заряжаться медленно все другие переносимые устройства там часы и другие пауэрбэнки потому что то еще можно заряжать от юсби и даже слабо точное устройство они просто берут и заряжаются иногда он сразу не ловит устройство и ты его втыкаешь он не заряжается надо нажать вот эту кнопку которая показывает заряд она видимо реинициализирует потом сейчас кстати на полном заряде она реинициализирует видимо зарядку и он после этого он точно уже начинает все заряжать вот и также возможно сквозная зарядка то есть вы можете поставить power bank заряжаться через юсби си даже вот этим вот адаптером о котором я уже сказал и заряжать два айфона через юсби и из-за за ночь у вас это все уже будет полностью заряжена вот но если там в реальных часах говорить то тоже там типа 6 часов наверно там может быть 7 приоритет в тот момент когда есть сквозная зарядка приоритет отдается юсби и им то есть он через юсби и заряжает телефоны и когда телефоны заряжены он уже по-быстрому дозаряжает сам power bank кстати это разумеется зависит от того адаптера которым вы заряжаете если вы возьмете макбучный 60 ватт на или сколько он там сейчас самый топовый с бесишный то я думаю там одновременного заряда хватит на то чтобы и телефоны заряжать и power bank одновременно поэтому да это очень крутая штука в принципе комбинации здесь очень большое количество может быть я каких-то не упомянул вот но в этом отношении можете написать просто комментарии и уточнимся вместе с вами ну и да кстати вот тот самый наш друг которому мы подарили такой на новый год он мне спросил типа саня если здесь беспроводная зарядка ну то есть положил устройство на power bank он заряжается нет в этой модели нету вот уже конечно да в нашей жизни всякой изобрели уже изобрели power bank из беспроводной зарядки здесь этого нету но тем не менее возможности конкретно вот этого варианта их хватает просто досвидос головой это очень круто им одним можно заряжать опять же если он на полную заряжен я еще раз об этом скажу я об этом говорил в начале обзора что ноутбуки он тоже заряжает то есть вот этой избе си он может на выход заряжать ноутбук если вы воткнете сюда ноутбук они 220 он его будет заряжать и в принципе можно заряжать одновременно ноутбука два телефона одного конечно одной емкости полный не хватит чтобы зарядить все три устройства от нуля до сотни но чтобы их все поддерживать в каком-то удобоваримом состоянии его в принципе хватит и если вы купите два таких и ну как их уже не полетите там самолете а на машине по и двух таких вам точно хватит для того чтобы там поддерживать автономную работу устройств на достаточно долгое время я понимаю что есть всякие другие варианты типа там космической фотографии когда фотографы выезжают в поле снимают таймлапсовые снимки всю ночь вот там конечно да без дизель генераторов наверное уже не обойтись или без каких-либо там ну вот или через автомобиль тоже как бы как вариант вот но для большинства других походных каких-то там вариантов вот этот xiaomi powerbank 3 про он это вообще топ за свои деньги и ну как бы в принципе недаром говорят что если мы рассматриваем powerbank есть powerbank и а есть xiaomi вот они в этом отношении конечно ушли далеко вперед и посмотрим либо они сохранят свою статус-кво либо какая-то другая компания в какой-то момент их потеснит в принципе будем держать ушки востро тем более если коль скоро мы уже на патреоне откроем такую позицию как powerbank мы всегда будем мониторить рынок этих устройств и если вдруг выйдет там xiaomi powerbank 4 непременно на патреоне появится именно он это кстати все при условии конечно что это в принципе будет пользоваться хоть каким-то спросом я имею ввиду покупка таких с гравировкой на патреоне но тем не менее блин почему бы и нет мы кстати чтобы вы понимали это в принципе делаем даже себе в убыток то есть если вы просто зайдете из-за ну за месяц закинете нам денег за powerbank и даже не хватит на сам powerbank и еще на гравировку гравировка стать тоже платная плюс еще отправка вот этой хреновину туда куда к вам это в принципе окупится только если вы в течение двух месяцев нас будете поддерживать вот но мы в общем не жадны все для вас поэтому ждите ждите это об этом будет объявлен дополнительно а для всех остальных просто еще расскажу что к xiaomi powerbank 3 это просто лучшее чем можно купить за эти деньги я его купил за конкретно вот этот первый был куплен за 3 600 а потом к новому году ты за 3600 рублей потом к новому году они сейчас подорожали до 3 800 вполне возможно что после нового года они опять упадут вот следите за новостями и подписывайтесь обязательно на канал ставьте лайки пишите комментарии ставьте колокольчик чтобы не пропустить выход новых каких-то обзоров увидимся с вами был александр гончаров и пока